Возникает вопрос, что должно произойти с человеком за 33 года лежания. Он не может быть богатырем, потому что должна быть такая квашня, толстая и жирная. А Илья Муромец, он избранный, он особый. Если бы там обидели, ну скажем, самого Илью, он бы никогда и не встал. Но внутренняя логика говорит, если надо землю русскую защищать, даже 33 года лежащая на печи квашня встанет и будет богатырь. Когда Родина прикажет, у нас каждый будет героем. Вот это тоже логика мифа. То есть смотри, они внешне, считаешь, ну бред бредом. Ну так не бывает. Вот если вот по сюжету мифа снять какое-нибудь кино, потом выпустить его на экраны, это будет такая пища для наших кинообзорщиков. Наши кинообзорщики, они просто, ну и зайдут на известную субтанцию, говоря, ну где логика, ну как так, ну должна же быть какая-то вот последовательность, причинно-следственные связи. В мифах этого нет, этой логики. Но внутренняя логика есть. То есть мы всегда можем понять, почему вот этот мог, а этот не мог. Условно говоря, почему там какая-нибудь медуза-горгуна кучу народу превратила в камень, а Персия не смогла. Он же использовал эти артефакты. Да, но почему там тот же самый бог Гермес не подсунул эти артефакты кому-нибудь другому? Потому что героем должен быть Персий. Да, герой должен быть один. Вот, в данном случае Персий. А я вообще всегда думала, что вот эта нелогичность, она все-таки еще заключается в том, что это же у нас устный. Устное предание. Да, устное предание. То есть там, знаешь, как глухой телефон передавалось, там из уст был ста кучи поколений. А потом еще там, когда адаптацию-то он делал, или там для красоты словца что-нибудь еще добавляли, чтобы вот там подчеркнуть вот того же там героичность, там Ли Муромца. Потому что он там три месяца лежал на печи, ногу сломал, да, а там столько лет спустя там превратилось в 30 лет и 3 года. То есть ты предполагаешь, что это все-таки какие-то накопившиеся ошибки, да, при передаче? Конечно, не утверждаю, что это все только вот в этих ошибках, иначе бы люди бы не передавали бы. Ну, что там за история, да, мужик сломал там на три месяца ногу, пошел там, ударил соловья, птичку. А соловей оказался тот еще разбойник. Вот, и все, то есть, ну, люди бы не передавали бы эту новость. Хотя подожди, это знаешь, как сплетни распространяются, да, в том плане? Что это, каждый потом рассказчик еще больше добавляет. В результате получается, что не проиграл, а выиграл. Не в карты, а на бильярде, да, и не квартиру, а 50 копеек. Но ложечки дойдутся, а осадочек-то останется. На самом деле, мне кажется, что в любых мифах всегда вот есть некое рациональное зерно, в котором интересно покопаться. Вот, и я, например, от твоего нового цикла жду как раз вот такого вот появления рационального зерна из этих преданий, которые очень часто могут показаться, ну, просто наивными сказками. Постараемся, чтобы так и было. То есть, в любом случае, хотелось бы, да, то есть, потому что часто в это используются какие-то моменты, то есть, какие-то сюжеты, вот они не просто так, да, то есть, в этом же все равно. Ну, откуда пошли в том числе эти метафоры, да, что вот автор вот это вот имел в виду, да, потому что это же все вот оттуда пошло, что просто вот люди там хотели, например, научить там ребенка или там последующие поколения там чему-то, да, и то не придумали. Вот такая вот история есть, чтобы они такие, типа, вот с чем спустя. То есть, на самом деле, вот поэтому мне даже иногда несколько сложно отбить от себя там, то есть, религию, миф и сказку, потому что сказка она тоже учит. Сказка ложь, но в ней намек. В данном случае мы будем говорить, что намек он в мифах. Да, все верно. Ну что ж, дорогие наши зрители, это был такой небольшой эмоциональный заход в новый цикл роликов с нашей ведущей Анастасией Гончаровой, ролики, которые будут называться «Картавое мифологоведение». Я больше в кадр лезть в этом цикле не буду, отдаю его целиком и полностью на откуп Анастасии. Хорошо, спасибо. Всем всего доброго, до свидания. Оставайтесь с нами и смотрите наши ролики из нового цикла «Картавое мифологоведение». Всего доброго.